Привет, ребята! Каждый из нас видел такие вертолёты на дистанционном управлении. Они везде, и они классные. Мы в лаборатории реактивного движения задумались, сможет ли такой вертолёт летать на Марсе. Так что это тема сегодняшнего выпуска Crazy Engineering. Зачем нам понадобились вертолёты на Марсе? Представим, что я марсоход. Сейчас я не вижу местности позади меня. Но если бы у меня был вертолёт с камерой, я смог бы увидеть намного больше. Если бы у каждого из наших марсоходов был вертолёт с камерой, которая обнаруживала высокие объекты, это бы дало нам возможность управлять марсоходом намного эффективнее. Можно подумать, что на Марсе намного легче управлять вертолётом, потому что гравитация составляет всего 3 восьмых земной, но атмосфера там более разрежена. Принцип работы любого вертолёта состоит в том, что лопасти вертолёта вращаются и создают подъёмную силу благодаря плотности атмосферы. При уменьшении плотности надо ускорить вращение, увеличить лопасти или сделать вертолёт легче. Как мы решим эту проблему, чтобы отправить его на Марс, спросим у эксперта, что можно сделать. По-моему, я нашёл его. Это Боб. Боб, скажи, на каком этапе мы сейчас находимся? Это одна из наших роболаторий, и тут можно увидеть одну из моделей, над которыми мы работаем, в натуральную величину. Какие препятствия необходимо преодолеть, чтобы создать подъёмную силу на поверхности? Смотрите, это низкая плотность атмосферы, это необходимость создания небольшой системы, чтобы не перегрузить аппарат. Это автономность, чтобы аппарат сам выполнял стабильные полёты. И это постоянные взлёты и посадки на вот такой естественной каменистой поверхности. А, ну ещё он должен выжить в суровом климате Марса. Так что мы только на начальных стадиях конструирования этой штуки. Какие тесты вы уже проводили и какие результаты получили? Весь прошлый год мы проводили тесты в 25-футовой вакуумной камере, используя модели в натуральную величину и разрежённую атмосферу Марса, изучая подъёмную силу вот этих лопастей. Насколько быстро им нужно вращаться, чтобы произвести эту силу? Где-то 2400 оборотов в минуту. Можете рассказать немного о возможностях вертолёта на Марсе? Система запрограммирована на 2-3 минуты полётов каждый день. Сверху находится солнечная батарея, которая будет обеспечивать аппарат энергии для этих полётов и теплом ночи. За эти 2-3 минуты мы рассчитываем пролететь около полукилометра. Что дальше? Как мы подготовим эту штуку для будущей миссии? Поскольку он будет взлетать и садиться каждый день, мы хотим сделать надёжную систему посадки, поскольку посадка – это самая опасная часть любой миссии. Фаза посадки марсохода была семиминутным ужасом. У нас будет 7 таких секунд каждый день. Спасибо вам большое, Боб, за информацию о вертолётах. Надеюсь, вам было так же весело, как и нам сегодня, и вы ждёте новых выпусков Crazy Engineering. Не забывайте подписываться, ставить лайк и делиться видео с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok